Приветствую вас, давайте разберём ваших вопросов. У меня комплекс внешности, точнее полноты со школы. Классы с 8-9. Он мне очень мешает в жизни, в 21 год я похудел и до сих пор стараюсь держать себя в форме. Но мне всё время кажется, что я толстая. Что люди смотрят на меня и думают, какая я толстая. Как избавиться от этого комплекса? В общем и целом, это запрос на работу с психологом. Это запрос на психотерапию. Необходимо понимать, что если за столько времени вы не избавились от этого комплекса, то вряд ли избавитесь самостоятельно. Поэтому, на мой взгляд, вам не стоило бы как-то ожидать того, что вы можете избавиться от этого комплекса. Причём самостоятельно. Этого сделать, на мой взгляд, вы не сможете. Это запрос на психотерапию. Запрос на работу с психологом в первую очередь. Дальше. На мой взгляд, то, что вы описываете, что у вас комплексом был, это некий опыт. Я имею в виду опыт ваш. То есть, в 8-9 классе у вас был какой-то негативный опыт обратной связи. Ну, на вашу внешность. Я думаю, что с чем-то это связано. То есть, это может быть связано вот с каким-то опытом в вашей жизни. Тогда с какими-то людьми в вашей жизни. Тогда. Вот. Я думаю, что это был травматичный опыт. Я думаю, что это был, мягко говоря, тяжёлый опыт. Это был, мягко говоря, неприятный опыт. И та боль, которая у вас с того времени, она до сих пор не выражена. Вот. Обида, может быть, на людей, которые вас так называли. Ну и так далее. Вот вы говорите, думают люди, какая же я толстая. Ну, может быть, думаю. Может быть, нет. Какое вам до этого дело? То есть, как вы вообще приходите к тому, что вас волнует то, что думают о вас другие люди. Вот это, пожалуй, один из самых интересных, по крайней мере, для меня моментов. Ну, думают и думают. Вам то. Что? То есть, какое для вас это имеет значение, что вас думают, что вы жирны? Это очень важный момент. Если вы увидите, какое значение это для вас имеет, вы увидите свой страх. Чего вы боитесь? Что вы в себе не принимаете? Откуда у вас вообще эта идея, что, ну, например, что вы должны, там, какой-то быть, то есть, откуда у вас идея, что вы должны быть, вот, ну, что вы должны быть, например, именно, именно стройный, например, да? Вот. Попробуйте себе на этот вопрос так же ответить. Я думаю, что здесь речь идет о том, что вы хотели, хотели быть, хотели и хотите быть красивой. А для чего вы хотели быть красивой? Ведь вопрос о том, чтобы быть красивой, да? Я как-то, как-то, как-то вами, получается, был поднят, то есть, вы как-то пришли к тому, чтобы быть красивой, что, точнее, вы как-то пришли к тому, чтобы хотеть быть красивой, чтобы уделять этому своё внимание. Понимаете? И, на мой взгляд, совершенно очевидно, что это неспроста. Вам для чего-то нужно быть красивой. Вопрос, конечно, заключается в том, для чего. Хотели, хотели ли вы или пытались, может быть, пытаетесь, чтобы через красоту вас полюбили или, может быть, приняли. То есть, вот, я сейчас буду красивой, да, и меня примут, вот, сейчас я буду такой, какой меня хотят видеть, и всё у меня будет хорошо. Есть, конечно, есть, конечно, такое ощущение, что вы себя довольно сильно в этом смысле, ну, обесцениваете. Есть, вот, такое ощущение, если вы себя обесцениваете, то нужно с этим разобраться, как и за счёт чего. Вот, то есть, как вы приходите к тому, чтобы себя обесценивать. Но, я не думаю, что это будет, ну, как-то сложно понять и сложно увидеть. Конечно, при условии, если вы хотите с этим работать. Как-то так, я думаю, можно ответить вам на, ну, на ваш вопрос, который вы, ну, который вы задаёте. По крайней мере, с точки зрения психологии, это звучит именно так. Это звучит так. Это выглядит так. Вот. И я надеюсь, что вы для себя сделаете определённые выводы. На этом всё. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, сформулировать какие-то, ну, базовые, например. Постулаты для психотерапии. Удачи вам. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Удачи вам! Удачи вам! Продолжение следует...